Мы сегодня поедем в Новую Москву, посмотреть там парочку жилых комплексов, которые строятся. Макс ругается, ему здесь не нравится. Если попасть за забор, там, конечно, все очень прилично. Это проект тоже застройщика ПИК. Новые поляны, но это не наш вариант. На стыке нужно будет со школы. Мы будем возить. И встречать. Такое ощущение, как будто мы завтра же собрались в парсирую покупать. Не, ну вообще. Всем большой привет и добро пожаловать на канал. Поздоровайтесь. Всем привет. У нас долгожданное событие. У нас отпуск. И у нас теперь есть время, чтобы поделать какие-нибудь дела. И так как мы никуда не поехали в март, мы никуда и не планировали в марте ехать. Вот, поэтому мы решили, что у нас в планах в будущем встанет вопрос о покупке квартиры. Вот, так как мы свою квартиру в Балашхе выставили на продажу, то в скором времени, я надеюсь, что мы ее продадим. Поэтому, пока мы в отпуске, мы решили присмотреть какие-нибудь варианты. Купить квартиру мы хотим в Москве. И сегодня мы поедем... В общем, мы сегодня поедем в Новую Москву. Посмотреть там парочку жилых комплексов, которые строятся. Купить мы планируем квартиру на этапе застройки. Так выгодней. Мы уже это поняли по своему опыту. Вот, и мы планируем взять квартиру в ипотеку. И, соответственно, на этапе застройки банки дают процентную ставку гораздо ниже. Вообще, хотели посмотреть сегодня два варианта. Это в Новой Москве и в самой Москве. Там есть один проект, Пиковский, застройщик Пик. Люблину парк, по-моему, называется. Вот, мы хотели посмотреть там и посмотреть Новую Москву. А если брать квартиру в Москве, то это, скорее всего, будет такой какой-то промышленный район. Я говорю то, что нам по карману будет, на что нам одобрят ипотеку. Это будет какой-то промышленный район вдали от метро, где минимум будет инфраструктуры. Ну, где-то, может быть, когда-нибудь что-то и наладится. Вот. А второй вариант – это взять квартиру в Новой Москве. И там экология гораздо лучше. Там парки больше. Там, в общем, такая обстановка, ну, такая какая-то располагать, жить семьей. Вот. Поэтому мы хотим посмотреть, съездить туда и сюда. И потом уже будем отталкиваться, выбирать застройщиков, выбирать ЖК, выбирать квартиры по нашему карману, по нашей ипотеке в будущем. Так что, кому интересна эта тема, поехали с нами. Мы почти приехали, и это ЖК Белой ночи. Строит А101 застройщик. И, честно говоря, пока сюда ехали, мне не очень понравилась дорога. Но привлекает то, что здесь вокруг частный сектор. Здесь березовая роща. Сейчас покажу, какие дома. Хотела показать вам дома. Не получается, потому что здесь вот какие-то здания. Вот за ними уже белые дома. Это и есть Белой ночи. Это школа. Это, наверное, школа, да. И вот здесь такая дорога. Если сейчас навстречу нам будет ехать машина, то мы не разъедемся. Кто-то из нас будет подавать назад. Вон, видно дома. Но, может быть, там на территории и хорошо. А впереди тупик. Макс ругается. Ему здесь не нравится из-за дорог. Сейчас развернуться очень проблематично. Сзади у нас частные дома. Не дешевые, я хочу сказать. Обледенелая дорога, по которой ехать невозможно. Буграми вся, по льду. Ну, а здесь за забором и есть вот этот жилой комплекс Белой ночи. Если попасть за забор, там, конечно, все очень прилично. Да, это, наверное, школа такая большая. Чтобы вообще отпустили, или детский сад. Не знаю. Добираться до Москвы, если, допустим, предположить, что мы будем здесь жить. А, ну, как бы, работы здесь нет никакой. Я так думаю, поблизости, по крайней мере. Одни деревни. Это нужно будет ехать в Москву. Детский сад, школа, хорошо. Если даже есть в этом ЖК, то... А Нютке, как добираться? Нам, как до работы, добираться, непонятно. Мы учитываем все факторы. Вот тут вот офис продаж. Где-то. Вот так, только сквозь деревья я могу показать этот ЖК. Надо как-то проехать на территорию. И это видно другой ЖК. Скандинавия, тоже застройщик А101. Вот, он совсем рядом находится. Вот здесь Белая Ночь, и вот Скандинавия. Попробуем оттуда заехать. Вот какая-то дорога. Вот Белая Ночь. А вот там, наверное, Скандинавия. Вот в ту сторону. Вот строится новый корпус. Вон Скандинавия, они рядышком. Если это все, конечно, здесь построится, это все благоустроится, здесь будет очень красиво, хорошо будет. Это пока так, потому что новые районы, если они издаваться будут в 23-м году, здесь все поменяется за два года. Ну, зато приехали, посмотрели, да, где находится, будет с чем сравнить. Потому что на картинках, когда смотришь в компьютере, ну, все по-другому выглядит. А когда приезжаешь сюда, да, более красиво так нарисовано, все так хорошо. А когда приезжаешь, вот, совсем другая картинка. А как вот туда проехать? Там тоже закрыто, блин. Блин, ну как они там живут? Они же вон машины стоят. Все, выезжаем с новой Москвы. И пока у нас единогласное мнение, что в ипотеку на 30 лет мы бы здесь квартиру не взяли. Даже вот если перспективы такого прям хорошего развития нет. Так, как теперь выехать отсюда? Включай навигатор. Верните меня домой. Что, поедем теперь туда? В Москву? В Москву поедем. Вот, ну все, тогда сейчас мы едем в Москву. Смотреть один ЖК, который нам, ну, более-менее по карману. Он не такой очень дорогой, но, конечно, там такое промышленное все вокруг. Посмотрим. Своими глазами приедем, все посмотрим. Так, Белые ночи посмотрели, Скандинавию посмотрели. Второй Нагатинский проезд и Новохохловское метро. И там, и там застройщики ПИК. Вот такое вот Москва-Подмосковье. Московская прописка. Ну, если так вот по уши залазить в ипотеку, ну уж точно не в таких районах. За такую же сумму, пусть будет на 10 квадратов квартира меньше, но... В Москве. В Москве, да, рядом с каким-нибудь метром. Кстати, вот реклама от А101. И у них там какая-то сейчас акция есть, ипотека от 0,1%. Можно зайти на сайт и посмотреть, на каких условиях дается именно вот такая процентная ставка. Но она будет не постоянная, она дается, если я не ошибаюсь, на один год. Нет, она же напишет на весь срок кредитования. Нет, это так написано на весь срок кредитования. На самом деле, там даже когда на сайт заходишь, выиграешь квартиру, и он предлагает ипотеку вот под такую ставку. Но там написано, что... Там несколько, получается, программ. Одна из них это социальная, если у вас ребенок рожденный, второй ребенок с 18 по 20 год. Потом еще одна какая-то господдержка тоже входит туда. И плюс еще от самого застройщика какая-то поддержка есть. И там первый год, получается, под 0,1%. Если вы берете ипотеку сроком не более 7 лет. И если вы выплачиваете прям большую часть стоимости квартиры, вот тогда да. Но первый год. А со второго года уже начинается, если я не ошибаюсь, 4,6, либо там 5,7. Ну, что-то в этом районе со второго года. Но ипотека должна быть не более 7 лет. А на экране, вот так вот, на рекламке, конечно, выглядит очень хорошо. Ипотека от 0,1% от 0,1% на весь срок кредитования. От 0,1%. Начинается она с 0,1%, а потом до 5,7%. И снег пошел. Солнце и снег, да? Дорога улицы Поляны. И вот с обеих сторон этой дороги жилые дома стоят. И вот здесь еще более-менее такая вот обстановка городская. Да, вот это тоже мы проезжали. Это проект тоже застройщика ПИК. Новые поляны. Но это не наш вариант, потому что жилой комплекс уже возведен. И брать квартиру на уже на таком этапе застройки для нас не по карману. Нам нужно, чтобы это было прямо на начальном этапе. Практически. Ну да, практически. Но срок сдачи 22-й конец, 23-й год. Потому что за эти два года квартиры поднимаются в цене от 30% до 80%. Красиво смотри, да? Как океан. Интересно, у них здесь пробок нету по утрам, когда на работу все в Москву едут. Доехали до МКАДом. Еще знаешь, какой минус новой Москвы? То, что там строят жилые дома, большие жилые комплексы строят. А работы там нет. Там нет заводов, там нет никаких организаций. И ездят все на работу в Москву. Вот это вот минус. А в самой Москве, если ты купишь квартиру, то там есть хотя бы где работать. Мне сейчас главное, чтобы Настя из дома могла сама дойти до школы и обратно, чтобы я не переживала. Анюта взрослая, хорошо. Может быть, она сейчас колледж закончится, а она с нами жить не будет. Но нам нужно думать, что Настюхи как. Если мы будем работать с тобой вдвоем, то Настюхи нужно будет со школы. Будем возить. Такое ощущение, как будто мы завтра же собрались в квартиру покупать. Не, ну вообще как-то... Ну да, у нас сейчас есть отпуск две недели для того, чтобы хотя бы просто, да, прицениться. И если мы сейчас, кстати, найдем нормальный хороший вариант, вот, то, скорее всего, мы снизим стоимость нашей квартиры, чтобы побыстрее продать. И сразу тут же вложиться в ипотеку. Вот, ну пока, пока только смотрим. И вот сейчас тоже очень наглядное такое сравнение. Вот это вот Новая Москва, вот это вот Москва, а вот это М4, который разъединяет эти две части Москвы. МКАД, да, на которой вот постоянно, постоянно вот такие пробки. И это сейчас нет больших грузов. А когда они есть, то это вообще бордовая, просто бордового цвета пробка. Вот такая вот разница между Москвой и Новой Москвой. Это тоже похоже, да. Да, это лесопарковая, вот как раз мы поезжаем. Офис продаж в Турзинарной Бертикарке. Ну, тоже возведенные дома уже. Вот, а это уже Москва. Сколько времени ушло, чтобы добраться? Минут 20, наверное, да? В общем, от того ЖК времени где-то... 20 километров. 20 километров. Да, ну это метро Анина. В принципе, можно было бы взять вторичку. Тоже за такой стоимость. Но там будет, конечно же, это уже жилой фонд старый. И по стоимости я смотрела, квартиры вообще убиты. Это нужно еще и закладывать деньги на ремонт. И плюс, если брать вторичный рынок в ипотеку, то там будет процентная ставка выше. А, соответственно, и переплата банку тоже будет выше. Но зато там ждать не надо квартиру 2 года. Ты можешь спокойно уже делать там ремонт. И либо заехать и жить там, либо сдавать. И, соответственно, квартира будет сама себя окупать. Но мы планируем не под сдачу, а именно для проживания. И поэтому мы можем подождать 2 года. Нам есть где жить. Вот. И если купить вторичку, то ты покупаешь квартиру по окончательной цене. И перспективы роста у этой квартиры цены, я имею в виду, нет. А если брать новостройку, то это 100% будет повышение цены через 2 года. Ну, как я и говорила, от 30 до 80%. Вот. Допустим, наша квартира в Балашихе, она у нас подорожала за 3 года на 80%. Вот такая вот выгода получается. Поэтому, конечно же, выгоднее брать квартиру в новостройке. Ну, на начальном этапе строительства. Мы приехали. Первый проект. Там, на территории, и хорошо. А впереди тупик. Куда дальше? Не ругаться. Соловьиная роща. Что, Настюхи, как? Если мы будем работать с тобой вдвоем, то Настюхи нужно будет со школой. Мы будем возить. И встречать? Нет. Вы, чтобы с тобой в доме сидите? Да. Договорились. Как вариант. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok